У каждого человека своя история, тот самый миг между прошлым и будущим, и у города своя судьба. Его историю, как известно, пишут люди. Здравствуйте! Это проект Николая Пивненко «Люберцы из века век». Все подтверждено реальными историческими документами, многие из которых вы увидите впервые. Мы продолжаем говорить о третьем десятилетии 20 века. Хроника люберецкой жизни с 1920 по 1930 годы сквозь призму отечественных и мировых событий. То самое десятилетие, когда продолжительное старое почти моментально и сокрушительно сменилось новым. Что оно принесло миру, стране и люберцам? Мы продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok В декабре 1925 года страну облетела печальная новость. То ли погиб, то ли совершил самоубийство поэт Сергей Есенин. До сих пор, бывая в Малаховке, как бы ощущаешь присутствие его где-то рядом. Конечно, здешние места не заменяли его родное и любимое Константинова на Рязанщине. Но, как любому поэту, те, еще в большинстве своем дореволюционные дома и домишки, обилие зелени, где его творческий взгляд находил те самые есенинские березы, давали возможность не только насладиться прекрасным, но и создавать красоту человеческого слова. И кажется, что это две несовместимые планеты – поэт и страна, которая строит новое, непознанное и многими непонятное. Может, в этом и был какой-то символ бытия, когда поэт свободы и любви остается в истории, а настоящее летит, если не в бездну, то до конца еще не ясно, куда. Плачет метель, как цыганская скрипка, Милая девушка, злая улыбка, Я ль не робею от синего взгляда, Много мне нужно, и много не надо. Так мы далеки и так не схожи, Ты молодая, а я все прожил. Юношам счастье, а мне лишь память. Снежную ночью в лихую замять. Я не заласкан, Буря мне скрипка, Сердце метелит Твоя улыбка. Проблема роста числа беспризорных детей появилась в России в результате Первой мировой и гражданской войн. Сотни тысяч остались без опеки. Они бродили по стране без какого-либо контроля. Если в 1921 году их насчитывалось более 4,5 миллионов, то в 1922 уже около 7 миллионов. Был издан декрет об учреждении Совета по защите детей под председательством Наркома просвещения Анатолия Луначарского. Началась переброска маленьких граждан в хлебные районы. Организовано общественное питание, продовольственное и материальное снабжение организаций для детей. Борьба с беспризорностью стала государственной задачей. В 1921 году при ВЦИК была образована комиссия по улучшению жизни детей под руководством Феликса Дзержинского. Стали вводиться квоты для производственного обучения и трудоустройства подростков. Еще одной важной проблемой, которой занялась советская власть – детская беспризорность. В августе 1927 года в бывшем Николу-Грешском монастыре, в 6 километрах от станции Люберцы, была создана трудовая коммуна ОГПУ имени Дзержинского. Воспитанники – молодые люди до 25 лет. Они сюда попадают из самых разных слоев населения и сословий. Из дворян, рабочих, крестьян, казачества. Не брали осужденных по политическим статьям и тех, кто совершил тяжкие преступления против личности, убийства, изнасилования и тому подобное. Хотя вооруженной охраны не было, судимые коммунары не имели права выходить за территорию без увольнительной записки. Им не выдавались паспорта. Набирали будущих воспитанников из детских домов, из уличных притонов в ходе массовых мероприятий борьбы с беспризорностью. Других постарше брали из тюрем и лагерей. Третьи приходили в коммуну сами или их приводили родственники, чтобы они могли получить здесь образование и необходимую профессию. По дорогам страны скитались десятки тысяч осиротевших, искалеченных улицей обездоленных детей. Одной из основных задач советского государства в то время была ликвидация беспризорности. «Вчерашние беспризорники должны стать квалифицированными кадрами», — так решили большевики. Борьбу с детской беспризорностью возглавил Феликс Идмундович Дзержинский. В стране стали создаваться трудовые коммуны. Одна из таких коммуны была названа именем бесстрашного рыцаря революции Феликса Идмундовича Дзержинского. Во главе ее был Ефим Павлович Смелянский, молодой и талантливый воспитатель. Благодаря его усилиям коммунары живут в отличных бараках, у каждого кровать с тумбочкой, работает новый клуб «Кружки», кормят вкусно и сытно на специальной фабрике кухни, при том, что вся страна голодает. Работает вечерняя школа для недоучившихся, даже филиал электротехнического «ФТУЗа». Были производства, фабрика струнных инструментов, завод электрометаллических изделий. В труд коммуне нельзя было пить и вести азартные игры. Была отличная библиотека, стадион, можно было съездить в Москву на экскурсию. Со своими постановками сюда приезжали лучшие театры Москвы. Шефство создателя труд коммуны, всесильного ОГПУ НКВД, значило тогда очень много. Именно история этого юношеского коллектива легла в основу сюжета первого советского звукового фильма «Путевка в жизнь». Речь там шла о строительстве железнодорожной ветки. Люберцы, панки. Конечно же, о железнодорожной станции, мальчики. Алеша еще раз поднял глаза на расписание поездов. И тут взгляд его упал на строку, которая была почти на самом верху. Он прочел «Станция мальчики, цена билета 35 копеек». Алеша прочел это странное название и улыбнулся ему, как старому знакомому. А где находится эта загадочная станция мальчики? И почему она так называется? Может быть, на этой станции живут одни мальчики, и нет ни взрослых, ни девчонок? И может быть, эта незнакомая мальчишеская станция приютит человека, которому не нашлось места в большом городе? И он не будет несчастным и одиноким? У Алеши потеплело на душе. Он решительно подошел к маленькому полукруглому окошечку кассы и, протянув деньги, сказал «Билет до станции мальчики». Писатель Юрий Яковлев. Рассказ «Станция мальчики. 1960 год». Песня «Станция мальчики» Песня «Станция мальчики» Ребята, вот рельсы лежат. Николай Иванович, не будут больше стоять в танке. В 1925 году в СССР началась кампания по усыновлению детей, чтобы разгрузить детские дома. Созданные общества «Друзья детей» организовывали ночлежки, приюты, рабочие мастерские, летние лагеря отдыха и детские площадки для беспризорников. В 1925 их функционировало 280 детских домов, 420 трудовых коммун и 880 детских городков. В августе 1926 года ЦИК и Совнарком СССР принимают постановление о мерах по борьбе с детской беспризорностью. К концу 1933 года количество беспризорных в стране резко снизится, а в начале 1934 вновь возрастет. В этом году было зарегистрировано 1600 преступлений среди подростков. По данным ОГПУ, в 1934 состояние беспризорности в стране характеризовалось крайне неблагополучно. Трудовая коммуна имени Феликса Эдмундовича Дзержинского просуществует около 10 лет. Ее руководитель Ефим Смелянский будет затем арестован и репрессирован в 1938 году. Но почему нас очень интересует судьба и этой коммуны, и Никола-Угрешского монастыря? Дело связано со знаменитым люберецким топонимом «мальчики». Сейчас я нахожусь на заброшенной железнодорожной станции, которая так и называется «Мальчики». Оказывается, в строительстве вот этой железнодорожной ветки «Панки-Дзержинский» как раз и принимали активное участие ребята, те самые учащиеся трудовой коммуны имени Дзержинского. И так как среди них было больше всего юношей, посему вроде бы и закрепилось такое название за этим районом «Мальчики». Ну и железнодорожная станция тоже получила такое имя. Но есть и другая историческая версия. По указанию императора Николая I из различных губерний собираются 250 юных крестьян, которые имеют склонность к учебе и обладающих природной смекалкой. В 1833-м под Петербургом открыто агрономическое Сколково, как мы сказали бы сегодня. Курс его рассчитан на 4 года, теории и 2 года практики. В эту аграрную академию попадают наши земляки Андрей Задонский, Адриан Балякин и Анисим Алябьев. По окончанию учебы выпускников разбивают на тройки и предоставляют им земельные наделы в их родных краях. Нашим аграриям достается пустошь на берегу речки Люберки. А мы уже знаем, что земли эти плодородными никак не назовешь. Может, поэтому и не заладилось агрономическое творчество молодых петровских специалистов. И память о себе эти мальчики оставили лишь в названии местности платформы и автобусной остановки. И это уже не версия, а документально подтвержденный исследователями факт. А вот Панки, местность когда-то на окраине Люберец, первоначально называлась Петракова-пустошь. Здесь люберецкие старатели добывали камень, шедший на жернова и строительные нужды. Они же были и первыми поселенцами, выросшие здесь деревеньки Петракова. Название же Панки деревня получают позже, когда ее поселенцами становятся осевшие на Руси представители польско-литовского войска, лютовавшего в Москве смутные времена. Они обзавелись семьями и пустили здесь свои крепкие корни. Что же касается Николу Грешского монастыря, то своеобразную роль в его истории сыграл Люберецкий отдел ВЧК, который возглавил бывший рабочий завод Сергей Федулов. Здесь проходят обыски, изъятие церковных ценностей, ну и, конечно же, как тогда называлось, запрещенных церковных книг. Происходит это с особой рьяностью. При этом пострадал митрополит московский Макарий, который к тому времени находился здесь, как говорили тогда, в угреше на покое. Крестьяне встали на защиту своей обители. И дошло до того, что они даже арестовали большевиков и посадили их под замок. Какое-то время держали в монастыре. И уездная ЧК дал настоящий бой опиуму для народа. По крайней мере, нам об этом сообщает сам Сергей Федулов. Он, оказывается, еще и был маленьким пролетарским писателем. В журнале «Всходы» Люберецкий чекист пишет об изъятии 15 пудов преступной и погромной литературы из монастыря. И вот тут-то произошло неожиданное. Пожалуй, это единственный в советской истории случай, когда сам Владимир Ильич Ленин заступился за священнослужителя. Предлагаю вам совершенно немедленно назначить строжайшее судебное следствие по возмутительному делу об оскорблении действием 80-летнего старца, бывшего митрополита московского Макария и о других противозаконных поступках группы лиц, ворвавшихся во время богослужения в Николо-Угрешский монастырь. О ходе следствия прошу меня уведомить. Председатель Совета комиссаров В. Ульянов Ленин. Борьба с церковью зашла слишком далеко. Однако строющееся государство начинает поиск нового типа взаимодействия с верующими. В 1923 году в Люберцах начинается подготовка подписания договора о перерегистрации местной церковной общины. Жители отправили в отдел управления Московского уездного совета рабочих и крестьянских депутатов формальное заявление, в котором выражалась просьба зарегистрировать новую общину. Собрание, на котором и был принят документ, было многолюдным. Стоят подписи ста семи его участников. Сам документ был создан на основе устава общины, который к тому времени составлялся уже властями. По нему разрешалось устраивать молитвенные собрания, управлять имуществом, заключать сделки частно-правового характера для управления культовым имуществом, участвовать в религиозных съездах и назначать служителей культа. При этом опись имущества Преображенской церкви, как и многих других в эпоху борьбы с опиумом для народа, как это задолго до советов называл Карл Маркс, активно продолжалась. Ее документы сохранились спустя почти сто лет. Документ составлен в 1923 году и убеждает нас прежде всего в богатом убранстве обители. Так описывается само здание храма. Церковь вся теплая, с духовым отоплением, крепкая, крытая железом. Внутри и снаружи, а штукатуренная и снаружи по местам. А внутри вся расписная разными картинами из священного писания Ветхого и Нового Завета. Пол церкви мозаический, из портландского цемента и разноцветных камешек. С западной стороны церкви пристроено деревянное крыльцо, паперть со стеклами в раме. Иконостас был семиярусным. В храме была обширная библиотека, а Преображенская церковь также имела примерно 37 гектаров земли. И вот что важно отметить, до самого закрытия храма в 1936 году религиозной общине Люберец каждый раз удавалось перезаключать навязанный договор на право пользования собственным Преображенским храмом со всем его имуществом. История собора начинается с первого деревянного храма Преображения Господня в деревне Либерицы. Он был построен владельцем поместья Думным Яком Иваном Грязевым и освящен в 1632 году. Следующими владельцами села, боярином Иваном Милославским и князем Алексеем Прозоровским, храм был перестроен в камни. В дальнейшем, на протяжении более 300 лет, собор играл градообразующую роль. Либерицы становятся центром округи. В последующие годы село было владением будущего императора Петра III и его супруги, впоследствии императрицы Екатерины II, оставившей записи о жизни в Либерицах в своем дневнике. В Отечественную войну 1812 года село было занято французами, которые наполовину его сожгли. В 1821 году была проведена реконструкция храма, пристроены два предела, появились портики с колоннами. Здание приобрело характерный для того времени классический облик, сохранившийся вплоть до сноса в 1936 году. К началу XX века приход составлял около 7 тысяч человек. Проблема голода заставляла новые власти придумывать самые разные подходы к сельскому хозяйству. Как решить проблемы, которые плодятся бесконечно. И страна, как заведенная, продолжала участвовать во все новых экспериментах, не виданных ни до, ни после. В конце 1927 года в СССР из-за низких закупочных цен на зерно разразился продовольственный кризис. Резко снизились поставки хлеба. Сталин видел корень проблемы в уступках кулакам и Непманам и склонялся к ведению чрезвычайных мер. Он это любил. Но будущий вождь тогда еще не обладал всей силой единоличной власти. Поэтому на другом фланге решения проблемы был Бухарин. Он ратовал за уступки крестьянству в целом и возражал против чрезмерно высоких темпов индустриального развития за счет деревни. Разгром правого уклона все-таки не заставит себя долго ждать. Вместе с ним начнется свертывание НЭПа, форсирование индустриализации и коллективизации. 16 марта 1927 года вышло постановление Совнаркома СССР о коллективных хозяйствах. Так появилось новое слово в истории страны – колхоз. В документе подчеркивалась ведущая роль таких организаций в экономике СССР, а также был закреплен добровольный характер членства в них. Параллельно развивались советские хозяйства – совхозы, где собственником земли было государство, а крестьяне были наемными рабочими, получавшими фиксированную плату. О необходимости создания совхозов Ленин говорил еще в период подготовки социалистической революции. Переход советских деревень к крупному социалистическому хозяйству лег в основу глубокого переворота в экономических отношениях и во всем укладе крестьянской жизни. В течение следующих 10 лет были коллективизированы 93% крестьянских дворов. К 1939 году общее количество колхозов в СССР достигнет 235 тысяч хозяйств. На 1 июня 1929 года в Московской области насчитывается 1707 сельскохозяйственных коллективов, 6% комон, 41 сельхозартели и чуть более 52 товариществ по совместной обработке земли. То есть колхозный сектор охватывал менее 2% крестьянских хозяйств. К началу 1930-го на соседании Бюро Московского комитета ВКПБ была поставлена задача добиться к концу года объединения в колхозы 50% крестьянских хозяйств области, а коллективизацию всего сельского хозяйства области завершить к весенней посевной кампании уже 1932 года. Важно отметить, что многие думали улучшить свое материальное благосостояние и культурное положение. Темпы коллективизации невероятны. Судите сами, к 20 января 1930-го в Московской области коллективизировано всего 14% крестьянских хозяйств, а через месяц уже 74%. По уровню коллективизации Московская область тогда вышла на шестое место в РСФСР. Первые шаги новой сельскохозяйственной политики советского государства совпадают с третьим по счету рождением легендарного завода «Жатвенных машин». Осенью 1924-го предприятие национализировано и переименовано в Государственный Люберецкий завод «Жатвенных машин» имени Ухтомского. С его пуском быстро растет население Люберец, и 17 августа 1925-го года все еще тогда село получает, наконец, статус города. В 1934-м в Люберцы войдут Панки, Подосинки и дачный поселок Михельсон. А к 1939-му тут уже будет проживать 46,5 тысяч человек. Но вернемся к заводу. Первым красным директором становится рабочий по фамилии Кубышкин. Это бывший работник путиловского гиганта. Увеличивались объемы производства, вводились новые цеха и участки, росла численность, производительность труда и зарплата, возникал массовый трудовой подъем, появлялись соревнования, движения, увеличивались кадры, совершенствовалась выпускаемая техника. Ну, прямо как в статье газеты «Правда». Фактически при заводе еще открылись фабрично-заводские обучения. Было создано ремесленное училище, а в 1930-м году открыт техникум сельскохозяйственного машиностроения. Естественно, к тому времени расширялась номенклатура продукции и сама география поставок. Укреплялись производственные связи с потребителями, которые находились практически во всех уголках огромного союза. «Завод на подъеме» журналисты газеты «Московская деревня» радостно писали тогда. «После долгого молчания заливистые гудки радостно возвели на работу. Завод хорошо справлялся без американцев». Конец цитаты. С конца 20-х годов сельскохозяйственное машиностроение страны переключалось с производства простых машин для мелких крестьянских хозяйств на выпуск более сложных, отвечающих нуждам коллективного производства. Стали появляться так называемые МТС – машинно-тракторные станции. О них даже слагались песни и настоящие оды. Сыграли важнейшую роль в социалистическом переустройстве деревни, «Укрепление союза рабочего класса и крестьянства», как писалось тогда. Ну и, конечно же, было еще такое понятие «Укрепление колхозного строя». Если в 1928 году в Советском Союзе было всего шесть станций, то к 1940-му их насчитывалось более семи тысяч. Производительность сельского труда за этот период выросла на 71%. Сельскохозяйственная специализация Государственного Люберецкого завода «Жатвенных машин» имени Ухтомского сделала его одним из лидеров в столь важном и ответственном деле для молодой страны Советов. В завершение этого десятилетия истории 20 века городского круга Люберца попробуем перенестись в 1925 год. Туда, где не то что домики и домишки с церквами были иные, но и сама территория, ее ландшафт и пейзаж были другими. Представить сегодня это в мощном современном городе довольно сложно, но мы можем довериться воспоминаниям старожилов, которые сохранились в работах люберецких историков. На снимке Юлии Тюльпиной, сделанном в 20-е годы минувшего столетия, мы видим противоположный берег, на котором красуется взорванный в роковые 30-е годы храм Преображения Господня. А дети на фото, стоящие на берегу, возможно, станут свидетелями невероятных изменений в жизни страны. Есть известная старинная люберецкая фотография. На ней Преображенский храм, дети и пруд. Многие задаются вопросом, где примерно находится это место в современном городском округе. Вот мы тут примерно и находимся. Обращаемся к воспоминаниям старожила Люберец Константина Любимова. Он писал, какими были люберцы в 1925 году. Это был Глазовский пруд, образованный речкой Люберкой, которая зарождалась в болотистых местах, в районе Котельников и текла на север в сторону Бедрена, впадала в речку Пехорку. Близ пруда была хорошая просторная поляна, служившая люберецким футболистом полем. Вот я сейчас на этой самой поляне нахожусь, которая теперь называется Стадионом Торпедо. Это, впрочем, тоже у нас строится сейчас уже новый стадион. А вот за моей спиной, вот там в низине, и был тот самый пруд, история которого тоже очень любопытная. Ну, а если вернуться на футбольное поле 1925 года, чемпионаты, советские футболисты, первые известные спортивные общества, то выяснится, что люберецкие футбольные команды неплохо выступали и приглашали к себе гостей, и часто оставались победителями. А вот от речки и пруда, к сожалению, ничего не осталось. За годы войны и послевоенной разрухи пруд пришел в неприглядное состояние и был сильно замусорен. В 1965 году, с приближением 50-й годовщины Великого Октября, комсомольцы вызвали свернуть ему первоначальный вид. Партия, естественно, инициативу поддержала, и работа, что называется, закипела. Спустив воду и вычистив дно, стали углублять его, убирая слой за слоем. Да так увлеклись, что дарылись до песков далекого юрского периода. И вода стала просто уходить в песок. Подобно тому, как сама история постепенно исчезает из нашего поля видения. Но это не означает, что нужно что-то забывать. Кто знает, может все еще вернется, и как потоки свежей воды смоют только самое плохое, подготовив почву для лучшего. Таким было это второе десятилетие 20 века в Люберецкой истории. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok